Всем привет! Меня зовут Марина Маргунова и вы смотрите полезную программу. Пройти диспансеризацию стало проще, ведь несколько недель назад вступили в силу изменения, которые позволят чаще следить за своим самочувствием и как можно дольше оставаться здоровыми. Все мы знаем, что главное в жизни – это здоровье, поэтому следить за его состоянием – наша прямая обязанность. Ведь выявление заболевания на ранней стадии позволит избежать его дальнейшего развития. Поможет в этом диспансеризация, пройдя которую можно определить, есть ли у вас следующие болезни. Сахарный диабет, ожирение, заболевания системы органов кровообращения, онкологических заболеваний. Необходимо проходить диспансеризацию. Это позволит улучшить качество жизни и ее продолжительность. 27 июня распоряжением правительства Российской Федерации объявлено о проведении в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Приказом Минздрава России изменен возраст лиц, подлежащих диспансеризации, и перечень обследований. Граждане в возрасте 40 лет и старше проходят диспансеризацию ежегодно. В возрасте с 18 до 39 лет раз в 3 года. Кроме этого, каждый гражданин имеет право раз в год пройти профилактический осмотр. В том числе в рамках диспансеризации или в рамках диспансерного наблюдения. Если врачи находят у вас хронические заболевания, врач берет вас на диспансерное наблюдение. Разрабатывается план наблюдения, обследования и лечения. Кстати, если пожелаете, на всех этапах получения медпомощи вас информационно будет сопровождать представитель вашей страховой организации, который поможет разрешить все возникающие вопросы. Новый порядок диспансеризации уже оценили красноярцы. Исследование расширено, для нас это очень удобно, потому что очень много сопутствующих заболеваний, возрастных заболеваний, которые сами мы никогда, так скажем, не возьмемся лечить. Но когда пройдешь диспансеризацию и получишь заключение, естественно, пойдешь лечиться. Чтобы пройти диспансеризацию или плановый профилактический осмотр, вам необходимо со своим полисом обратиться в свою поликлинику. Исследования и осмотры проводятся бесплатно. Работающим выделяется оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Все справки в интернете, по горячим линиям Минздрава, фонда ОМС и страховых медицинских компаний. На этом у меня все. Вы смотрели полезную программу. Оставляйте все свои вопросы и комментарии на нашей страничке ВКонтакте. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин